Правительство республики почти в полном составе во главе с Егором Борисовым на неделю выезжало в Амгинский район. Отдельным пунктом глава Якутии посетила СХПК Амгинское в селе Покровка. В свое время крупнейшее в заречье предприятие сегодня терпит бедствие и переживает глубочайший кризис и находится на грани полного банкротства. Пожалуй, самое примечательное, что на всю эту проблему обратила внимание журналист. О том, кто когда и как инициировала выезд серьезной делегации в село Покровка, какие указания и поручения дал глава республики на месте, какие сроки некогда системообразующие в отрасли предприятия может встать на ноги и вернуть былую славу, и что это даст республике. Впрочем, давайте обо всем по порядку и подробнее. Репортаж Саргаланы Захаровой. СХПК Амгинский, некогда лучшее зерновое хозяйство республики, находится на грани исчезновения. Из-за миллионных долгов предприятие, которое уже больше 80 лет занимается зерновым хозяйством, на территории Амгинского улуса может кануть в лету. Разбазарить хозяйство, которое четыре поколения покровчан, чекырцев, амгинцев создавали, можно быстро, под словом банкротства. Продажа за бесценок земель, табуна не лишит проблемы, а только усугубит. Может погибнуть зерновой клин республики. Тревогу забила в конце прошлого года журналист Марина Сантаева на пресс-конференции в прямом эфире с главой республики. К сожалению, сейчас ситуация такова, что от огромного хозяйства остался маленький кооператив, который занимается только зерновыми. Я наверняка лучше съезжу, встречусь с людьми там на месте. Сказано, сделано. На уходящей неделе Егор Борисов выехал в село Покровка, где находится хозяйство и встретился с работниками предприятия. На встречу он отметил, что обвинять кого-то достаточно сложно, так как эта ситуация не исключение, а скорее пример системной проблемы сельского хозяйства в целом по республике. Это комплексная проблема не только одного амгинского хозяйства. За этим кроется много проблем в целом отрасли сельского хозяйства. Вот Ольга Петровна правильно нас ругает. Мы потеряли в целом систему земледелия в республике. Есть именоводство. И ваша система введения земледелия. Она все исчезла. Не только в амгинском районе, но и везде. Также Егор Борисов назвал сельское хозяйство в регионе заведомо убыточным, и поэтому поддержка со стороны государства необходима. Но здесь, по его словам, главное грамотно использовать ее, рассчитывать и жить посредством. И последний, как оказалась ситуация с хозяйством Амгинский, ключевая проблема. Так, сухие цифры статистики говорят сами за себя. В 2013 году доходы предприятия составили 39 миллионов рублей. Из них 21 миллион направили на заработную плату работникам. Оставшаяся сумма ушла на расходы по топливу и другие нужда хозяйства. В то же время предприятие получило больше 30 миллионов рублей от государства. В 2014 доходы составили 31 миллион рублей. 28 миллионов – это зарплата. Итого всего 3 миллиона остались на расходы предприятия. Из бюджета СХПК получает в этот год 20,5 миллионов рублей. А в 2015-м организация делает выручку в размере всего 15 миллионов рублей, из которых на зарплату выделяют всего 9 миллионов. И при этом на дальнейшее развитие оно получает 22 миллиона из бюджета. И выходит так, что само хозяйство работает практически только для того, чтобы выплатить и без того небольшую зарплату своим работникам. А их, к слову, с каждым годом все меньше. Многие люди отказываются работать из-за маленькой зарплаты. Из-за этого уходят или не соглашаются наработать те же хотя бы летние полеводческие работы, которые проводятся, отказываются работать. Хотя у нас есть и трактористы, и водители есть. Из-за маленького заработка они не идут. И уверенности нет, что конкретно месяц он отработает и ему заблотит. А когда же и почему оно стало таким убыточным? СХПК «Амгинский» уникальный для республики хозяйство. В лучшие времена его валовый сбор превышал 5000 тонн зерна в год. С одного гектара собирали почти 30 центнеров зерна. Помимо рядовых пашин, в хозяйстве был и сортоиспытательный участок, где агрономы вели научную работу. Также хозяйство выращивало порядка 2000 гектар многолетних трав, с которых собирали двойную норму кормов для животноводства. Кроме того, это единственное хозяйство, которое все пашни засевают районированными семенами собственного производства. Однако в 2008 году произошел переломный момент. Засушливая погода в разы сократила урожай. От рекордных 33 центнеров с гектара показатели сократились до 5. И за все последние годы, когда природа неблагоприятствовала аграриям, накопились большие долги перед кредиторами. Сегодня это больше 83 миллионов рублей. Из кризисной ситуации СХПК должен вывести внешний управляющий. Осенью позапрошлого года на эту должность назначили Анатолия Ноева, который в свое время из похожей долговой ямы вывел компанию Якут Птицы Пром. В нынешней ситуации он видит решение проблемы в создании новой организации перевода СХПК «Амгинский» в акционерное общество. Будет создано новое предприятие без долгов. Акции будут принадлежать СХПК «Амгинский». Сейчас вот мы до 27-го заканчиваем оценку. И я думаю, что оценка активов составит где-то порядка 200-300 миллионов рублей. Впоследствии активы планируют продать. Среди покупателей будут и кредиторы. Тем самым СХПК должен погасить всю задолженность. Но процесс оформления нового общества займет не один месяц. Оформление бумаг, как сообщил Анатолий Ноев, продлится три месяца. Но в то же время он заверил, что это никак не отразится на пассивных работах будущей весной. А Минсельхоз уже готов поддержать хозяйство следующими субсидиями. В этом году они составят 43 миллиона рублей. Значит, это приобретение минеральных удобрений, приобретение семян, а также технической модернизации предприятия. Это приобретение комбайна, прицепной техники, ну и еще строительство изгороди и восстановление пашин. Таким образом, если планы оздоровления компанию успешно притворят в жизнь, то в плюс она должна выйти уже в этом году. Чистую прибыль ожидают в размере 4 миллионов рублей. Будем надеяться, что новое акционерное общество Амгинский вернет былое величие в селу Покровка и в целом Амгинскому Улусу, как историческому центру хлебопашества в Якутии. Сарглана Захарова, Лея Станиславская, Михаил Устинов, Василий Слепцов, Якутия. День за днем. Журналистам, поднявши этот вопрос на уровне главы, как оказалось, уроженка и села Покровка, Мариной Сантаевой, я побеседовал в рамках рубрики «Актуальное интервью». Вместе с делегацией правительства она также ездила на встречу с земляками. Я попросил коллегу озвучить мнение по поводу всей этой истории.